Внимание, четвертый поединок сегодняшнего вечера весовой категории до 85 килограммов. И первый в рейт приглашается боец команды британские львиные сердца Бабакар Камара. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В красный угол ринга приглашается заслуженный мастер спорта Украины, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, Александр Гвоздик! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рефери в ринге Ролан Юхас, Венгрия, судьи Владислав Малышев, Тимус Келли, Рахимжан Резбаев. В синем углу ринга легионер британских львиных сердец из Швеции Бабакар Камара. Ему 31 год, пятикратный национальный чемпион, бронзовый призер Европейского олимпийского квалификационного турнира 2004 года. Проходит второе поединок во всеверной серии босса. В синем углу ринга Бабакар Камара, British London Hearts. В синем углу ринга украинский атаман Александр Гвоздик. Ему 25 лет, бронзовый призер олимпийских игр в Лондоне, золотой ринга Республики Европы, чемпион мира среди студентов, многократный чемпион Украины, блестящий выступил в прошлом сезоне в СМИ России Холса и одержал победу во всех четырех поединках, Александр сегодня проводит первый бой за украинских атаманов. Формановый ринга, пять романов, два три минуты. Чеш, четвертый ИБИ, Александр Гвоздик, Бабакар Камара. Ну, уже хлопцы дуже и дуже потужні, но еще один олимпиадец, кого мы так чекали. Да, действительно, сейчас мы говорим о том, что он бронзовый призер олимпиады, но те, кто смотрел олимпиаду, наверняка помнят, как засудили Александра. Он был достоин более серьезной награды. В общем-то, все шло к тому, что он должен был становиться золотым медалистом. Но там, к сожалению, по-другому решили судьи. Но во всемирной серии бокса у Гвоздика все в порядке. Выступал он за команду. В прошлом сезоне одержал победу во всех четырех поединках. Опыт он уже имеет такого формата. И мы видим, так легко и непринужденно сразу начинает идти в атаку. Ну, иди в атаку, до речи, против очень-очень известного боксера. 31 год. Камара. Громадянство у него из Швеции. Легионер в складе британских плывовых сердеч. Ну, и таки потужные, очень грязно выглядят. Да, но мы видим, что у него неплохой джеб. Неплохо он отвечает. Мощные удары. И опять-таки возвращаемся к тому, что, несмотря на то, что у соперников украинцев сегодня, наверное, не такие серьезные достижения на любительском ринге, мы видим, насколько они непростые. Тут другой формат. Совсем другой бокс. Ну, и перши секунды, перши раунд для харкевьянина Олександра Гвоздика у всесвітней серии бокса. Так, что мы с тобой почали говорить, дуже чекали Бусика, Гвоздика, Ломаченко. И так, дочекались их всех в одном вечере боксу. Сегодня у нас очень серьезный склад и дебют Олександра Гвоздика. Сейчас на ваших экранах тревает первый раунд. Да, хотя, в общем-то, многие ожидали, и это было логично, что они немножко разобьют эту такую святую троицу. Там еще и, в общем-то, и пробиринчика не стоит забывать, да, серебряный призер Олимпиады, который у нас в составе украинских атаманов, что не будут они все вот сегодня выступать. Но так получилось, что Ломаченко тоже подключился, одержал сегодня победу. Также хотим вам напомнить, что наступно в пятницу в 23.00 на телеканале 2 плюс 2 снова вечер всесвітней серии бокса. И мы посмотрим, как наши украинские атаманы будем сподевать. Стоп! Левый боковой от Александра Гвоздика так немножко дал поработать сопернику. Тот разошелся. И как вовремя пробивает украинец этот левый боковой. А я тут про пизакию рассказываю. Классика. Очень красивый нокдаун. Поймал оппонента. Ну и надеемся, что что-либо подобное мы еще увидим в его исполнении. Как стоял, так и впав нас. Комара. Да, был жесткий центрованный удар, которого не видел просто соперник. Был увлечен своей атакой. И Гвоздик вбил свой гвоздь, что называется. Действительно Гвоздик, глядь не вбил Комара. Ну так это звучит. Глядь, действительно, такий потужный. Да, ну не пошел на добивание украинец. Заканчивается первый раунд. На этом мы ждали, не до Олимпийцев. Саме тому мы их ждали. Хотя и другие парни, которые работали эти четыре вечера без основной нашей оружии, также продемонстрировали себя очень-очень. Но вот так выходит у нас Олександр Гвоздь. Посмотрите, что он сразу нам предлагает. Пропунули. Да, вот мы видим, как увлекся своей атакой Комара. И что ответил украинец. Лево-боковой по челюсти. Ну так, на это не знаю, к виде брата, я тут классично. Да, тут больше даже не по челюсти, а височную область. Пришелся удар. Ну и с учетом нокдауна, со счетом 10-8 отдают первый раунд украинцу. Ну, напоминаем, что во всемирной серии бокса, в общем-то, формат подсчета очков такой же, практически такой же, как и в профессиональном боксе. Десятибальная система за нокдауны тоже бал вычитывается. Ну и второй раунд. Ну, интересно посмотреть, как сейчас будет выходить из данной ситуации соперник Бабакар Камара. Но после первого раунда он уже понимает, что ни секунды не можно стоять против Гвоздяка. И именно как он будет сейчас получать в рейнзе. Но мы уже видим, что Гвоздяк уже есть господаром. Он уже понимает, как работать против соперника. Ну, тут, что называется, украинская школа бокса во всей красе. Мы сегодня ее видим. Техника, мастерство, все это есть у ребят, в том числе у Гвоздика. В особенности мы видим, что очень непростое это комара. Он жесткий, он опасен. До окончания боя, в общем-то, нужно быть начеку. Парень очень мощный. Да, он не такой техничный, но ответить может. Что он, в общем-то, пытается сейчас сделать, начинает... Он пытается захопить рейнг, но Гвоздяк так же. Но, возможно, эти 30 секунд решили, что он хочет и бить, и Гвоздяк. Да, вот сейчас просто очень красивый бой, согласитесь, мы видим в ринге. Комара, в общем-то, сейчас пошел ва-банк. Несмотря на то, что уже побывал в нокдауне, он все не так хорошо думает о защите. Больше акцентирует внимание на своих атаках. Но Гвоздяк все делает четко. Успевает защищаться, успевает атаковать. Мы тут перебиваем біля нашего кутка и чуємо и Михаила Мельника, и других комарей, которые помогают левого. Левого від Гвоздяка. Початок левого и больше акцентовано працювать. Да, такая размашистая атака. Ну, один удар прошел от комары. Ну, и Гвоздик начинает кормить. Маск вернати, начинает працювати и в луча. Очень активен швед. Ну, тут можно и повторить, это еще было у нас в первом раунде. Да, подогнулись ноги у шведа после бокового от украинца. Ну, и вот обратите внимание, что сейчас Гвоздик не вкладывается в каждый удар. Грамотно очень работает, маскирует свои мощные удары. Заканчивается второй раунд. Ну что же. Я думаю, что тут преимущество украинцев ни у кого не вызывает сомнений. Но дадим должное. Но нет, один судья отдает Бабакару. А, вернее, двое отдают Бабакару. Как вам это нравится? Да. Может, за постмышку? Не, ну, отдадим должное действительно. Ну, не в лучах же вести. Легионеру британских львиных сердец. Он был неплох во втором раунде. Был активен, шел вперед. Но все-таки, действительно, Гвоздик-то был точнее. Ну, на повторах мы видим. Друг челечка, не перша двойка. Ось, действительно, пробил. От початка до конца, как в чаще, в школах, в боксах, в интернатах. Пробил Гвоздика. Но это, ну, мне кажется, единственное двойка. Да, вот, на что нужно обращать внимание. Третий раунд. Раунд три. Да, ну, в общем-то, то, что отдали второй раунд сопернику, Александра. Это только интригует в этом поединке, согласитесь. Посмотрим, как сейчас себя поведет Гвоздик. Гвоздик-то. Диставший на гвоздик левый соперник, но так легенько діставший, трошечки не висточило зросту Гвоздик, та й відійшов. Камара. Действительно, ну, нелегкий соперник цей Камара. Також він розігрівся, розпрацювався. І то зараз третий, четверти, п'яти раунд, я думаю, будет дуже-дуже цікавим. Догоди. Гвоздик. Ну, один из главных аргументов Бабакара, это то, что он активен, мы видим, он на каждый удар украинца пытается ответить еще большим количеством. Ну, Гвоздик, ты знаешь, это три раунда, хотя и бьет много, но очень мало ударов в поверхность. Розраховывает, так что, ледь не каждый другий удар, он влучает. Якщо не в корпус того, в обличчя працює, влучает везти за три суперника біля ганатів. Сейчас очень грамотно украинец работает, как только возникла опасность, он пошел в клинч. Удары на любой вкус мы видим сейчас от украинца. Уютно себя чувствует, как на ближней, как на средней, так и на дальней дистанции. Я вот, мы слышим, мне многие подсказывают, чтобы все-таки на дистанции больше работал украинец. Ты знаешь, легко подсказывают, в риндзе важко працювати. Тут Гвоздик пока что все правильно. Громить. 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 Останнюю хвилину, останні 50 секунд третьего раунду. Ну, какие, ты знаешь, можем сказать, что по-трошечку, но, по-бакару, камера вирівнює цю билость. Після, возможно, я так скажу, после того, как вы видели, нокдаун. Громить. Да, ну, то, что на Камара нокдаун не повлиял, это уже... Брек. Поэтому убедились, действительно, он стал только более активным, в качестве более уверенным в себе. Так не странно. Стоп. Хороший раунд. Я думаю, что здесь снова был лучший украинец. Ну, а как думают судьи, мы сейчас увидим. Десять девять. Одностайно, на пользу Олександра Гвоздика. Третий раунд так же за нашим боксером. За раундами, что у нас тут? Два-один за раундами. Взгальную кількість тучок вы так уж бачили. Ну, и все, найцікавише, что у нас было у третьему раунде. Экватор двобою. Да, в защите сейчас, судя по повторам, гораздо лучше себя проявляет Бакар Камара. Адаптировался в чем-то. Стал более чувствительным. Если пропускает, то, в общем-то, четвертый раунд. Мы начали развить свою атаку. Было трудно. Два раунды. Встанет два раунды. У нас четвертого боя. Попереду. Після Олександра Гвоздика Олександр Усик. Ну и Олександр Гвоздика. Його дебютный двобей. Ну, дебютный двобей саме за команду украинских атаманів. Так он наверняка можно назвать самым опытным бойцом украинских атаманов во всемирной серии бокса. Хотя стоит забывать и Дмитрия Митрофанова. Да, Дмитрия Митрофанова. Да, да, после тей такой атаки на валы вид Гвоздика Дженуу наступному наступную пятницу на 23.00 на 2 плюс 2 мы можем побачить и супервитку ведь Дмитрия Митрофанова Деревянченко. Нет, такого боя не будет, к сожалению, потому что сегодня Деревянченко будет боксировать с представителем немецкой команды, а по правилам через неделю нельзя а одному это может боксеру выступать. Просто хотелось побачить звичайный реванш. многим. Я тоже хотел этот бой увидеть, но, к сожалению, Деревянченко будет боксировать сегодня против немцев. Казахи, это вариант комара, не потому что устал, а потому что просто не дает ему включиться в работу Гвоздик. так же как шахист, и разнообразные связки жаданец, баллы. Заканчивается кстати, не садятся в углу, в своем углу. но вообще считается, не садятся в углу, не садятся в углу, но не садятся в углу, все-таки Бабакара может быть опаснее. Ряд него проходили. Пустил щойно удар с левой Олександр Гвоздик. Те, про что ты говоришь. Тут 5-й раунд нужно спокойно закинчивать за такого рахунка. Отже, если тут открыть только на 2 секунды что-то замреться, тут комара может пробить очень и очень акцентованно. Самое главное, потужно. Уже имеет серьезный удар. Комара. Вчера Гвоздик пока что на это увагу не звертает. Все потужные удары, майже все потужные удары приходят в блок нашего боксера и свидетельствуют о том, что очень хорошо заключается. А вот мы видели какая снова классная связка от украинца. Круговые удары боковые не забывает о корпусе соперника. Даже когда перекрыт комарам мы видим как Гвоздик классно пробивать таки обводящие удары. 2 минуты остаются у нас в пятом раунде. 2 минуты до обоя Александра Гвоздика против Бабакара Камара. Мы можем сказать, что эти предыдущие раунды были очень для Гвоздика. Для Гвоздика он продемонстрировал, почему мы его так ждали. Продемонстрировал, как правильно ты сказал, естественно, праздничную школу украинского бокса. Ну и так шансы для суперника ты знаешь за эти 5 раундов без хвилины 5 раундов важко загадать шансы для Камара. Вау! Вы видели как красиво снова пробивает украинец. К сожалению, сейчас демонстрирует какую-то невероятную стойкость Камара. Ну, в общем-то и усталость сказывается, понятное дело. Хотелось бы увидеть досрочную победу от Гвоздика с учетом того, что он уже посадил на ринг своего оппонента. Но время еще есть. 30 секунд до конца этого поединка. Вы чуете, какая-то крепкая у Гвоздика вот эти остальные секунды. Сподобався к хвилинской публике. Я сегодня просто забыл, забытый у нас зал. Да, мы видим, что в зале нет свободных мест, даже появились стоячие места. Встанет 30 секунд. Встанет 10 секунд. Гвоздика на эти 10 секунд, не отпускаю суперника. Катбек. Катбек. Да, бой закончен. Такой тяжелый, изнурительный поединок для обоих. Все силы отдали соперники в квадрате ринга. мы уже знаем, кто тут одерживает победу. Пока что осталась формальность соглашения результата. Ну и напоминаем, что впереди у нас последний бой. Супертяжелая весовая категория и дебют для нашего золотого медалиста последней Олимпиады Александра Усика. Это другой Александр Теска. Александр Гвоздик. Его работа до вашей уваги. Его работа протягом пяти раундов не лишила. Запитание до нашего боксера это последний пяти раунд до вашей уваги. Також тут пяти раунд не отпускал все одно не выпускал соперника Гвоздик. Ну тут на всех повторах понятное дело выглядит лучше соперника украинец. Судья номер 1 Джадж 1 49 45 49 45 Судья номер 2 Джадж 49 49 Судья 3 Джадж 49 45 49 45 49 В этом понятнє единокласным решением в суде победы был Александр Гвоздик Украинский Гвоздик Прямо на користь Александра Гвоздика и еще одна перемога в УПСК Катерландии. Мы попереду все лишь дякую Александру Гвоздику за такие глупые подарованным святом боксу здесь в Киеве и за яскравый перемогу. Да, ну и такую классную песню выбрал Александр Гвоздик для выхода и мы слышим она провожает его из ринга. Весна придет 100% и надеемся, что по весне мы будем участвовать во всемирной серии бокса. Все к этому идет. Но я еще раз не устану благодаря наших бойцах и сплава за заведущий матчную встречу. Трио Дэн наше горость.